Сегодня Печерский рай суд Киева избрал меру пресечения одному из бойцов спецназа, который подозревается в издевательстве над активистом Айдана Михаилом Гаврилюком. Милиция и генпрокуратура пока не называют имена подозреваемых, ссылаясь на тайну следствия. Официально лишь подтверждают, четыре милиционера признали, что действительно превысили свои полномочия. Один из них арестован. Репортаж Геннадия Стамбулы. Эти кадры видели многие люди, и не только в Украине. Голый казак на 20-ти градусном морозе. Милиционеры дают ему пинки и подзатыльники. Фотографируют на мобильные телефоны. Парня из Черновицкой области теперь знают многие на Майдане. Ему пожимают руку незнакомые люди и фотографируются на память. Многие хотят увидеть, что осталось от оселеться, который отрезали милиционеры. А так иди уже, який красавец. Все нормально с чего? Писать интервью с Михаилом приходится на ходу. Он постоянно занят. Да и звездой себя не считает, чтобы столько внимания ему уделяли. Рассказывает, во время очередной атаки на улице Грушевского он отступал последним. Пытался по дороге подобрать раненого. Но его схватили милиционеры. Били дубинками. Когда меня там катывали, когда меня там копали ногами, когда раздевали, очень много было там людей с их стороны, которые просили, что останьте, перестаньте, уже хватит его бить. Да хватит, вы что издеваетесь? Были люди там такие. Я не вижу их лица, потому что я был закрыл в закрытии. Казак терял сознание от многочисленных ударов. Вспомнил, что милиционеры вызвали медиков, его отвезли в больницу. Кто бил Гаврилюка – главный вопрос. Там были и беркуты, там были и ягуары, там были и вывешники. Там кто что там из них творил, я не знаю, потому что я закрыл все. Нардеп Олег Ляшко один из первых назвал именно тех, кто издевался над Гаврилюком. Информация у него от непосредственных очевидцев той ситуации, от командира спецподразделения Ягуар. Он, правда, говорит, что это делали не мы, а беркут. Но он был там присутствием. И он, как полковник, не сделал ничего, чтобы прекратить катывание Гаврилюка. Заместитель командира Ягуара признает, его бойцы были тогда на улице Грушевского. Двое сопровождали Гаврилюка до спецавтомобиля после его задержания. Но не издевались. Кто его раздел догола, не знает. На одессе были следы запаливальных сумишей, запах, которых было явно чути. И поэтому этот кожух ему запропоновали сняти с него. Потом, в дальнейшем, насколько я знаю, они сказали, что его больше они не раздягали. Хочется извиняться за такие действия подлеглых. Михаил Гаврилюк извинения пока не принял. Он верит, что суд все-таки вынесет справедливое решение. Его обидчикам грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Сам он мстить не собирается. У меня очень дорогой час. У меня люди голодные. Надо кормить, надо все найти и пробить.